здравствуйте уважаемые зрители и подписчики канала мы продолжаем свое прохождение игрушечки кирандия 3 месть малькольма что же у нас есть в рюкзаке ошейник рыб и нас с вами так вежливо вы провели из ряда потому что там какие-то канцелярские накладки ну хорошо выбираемся не может быть тем на чем я должен выбираться отсюда хорошо я возвращаюсь наверх от тирас эдж мы старый друг малькель помнишь меня извини приятель у меня был напряженный день стюарт ты старый ворчут когда же ты вернулся стюарт а кто такой стюарт позволь не представься я стюарт хорошая половина твоей советы я рад видеть что ты сумел вышить без меня все эти коды но я бы не поставил канцер вообще не дает хороших советов я да почему бы тебе не потеряться снова нам больше не нужна твоя доброта я вижу что ты по справедливости ты должен уйти ганса он был на твоем попечении столько лет и смотри куда это его привело что мне нужно потому что пора и вам взять на себя немного ответственность за решаете которого идет я должна ставить кто должен уйти я приму ваше решение каким бы оно ни было а и здесь очень важный момент в игре мы можем с вами выбрать скажем так три стороны да как действовать мы можем слушать свою плохую сторону слушать хорошую сторону либо действовать самостоятельно не прислушиваясь никому из них и это повлияет на то как мы будем с вами проходить концовку я поясню в чем особенность если мы выберем если мы выберем с вами сторону хорошую да то люди в кираде видя как мы вежливо и добро с ними относимся они будут нам помогать в ног собственно финале игры если мы выберем сторону злую да то мы сможем делать злые вещи как например сэндвич из белки да но и вообще скормить белку дракона например это же плохой поступок плохой если мы выбираем действовать самим то мы сможем поступать как хорошо так и плохо и как таковое но в общем то все равно на концовку игры это не повлияет это повлияет на то как мы доберемся до концовки игры ну как вы понимаете если мы выберем злую сторону нам не особо захотят помогать местные жители да а это конечно было бы не лишь но я уж не буду тут делать три концовки и так далее да я думаю мы с вами поиграем решили принимая решение сами чтобы нас как бы ничего не ограничивало в наших решениях мы можем поступить и так и так но тем не менее на разницу между вот этими двумя другими вариантами я периодически буду обращать ваше внимание то есть говорить что это мы могли бы сделать здесь мы не могли бы сделать если бы выбрали какую-то из сторон и так далее вот поэтому мы будем действовать нейтрально не слушая никого и чё с ума сошел хорошо интересно дорога добродетели никогда не было легкой здорово вот же ханджа это все что нам было нужно мне все это не нужно я просто хочу пойти домой отдохнуть это что слишком много так ну здесь валяются некоторые вещи они нам конечно же понадобятся вот цветы по-прежнему от меня бегают и их не могу схватить так что же собственно произошло в керандии за несколько лет что нас тут не было давайте осмотрим обычно скучная грандийская ночь катерина всегда была половинчатой я честно сказать не уверен но по-моему мы не сможем все таки вызвать дух катерины потому что цветы мы не поймаем может это как-то может сделать но но мне этот способ неизвестен я так давайте осматриваться дальше у меня опять сбились все настройки мы еле ползаем но сейчас это все быстренько поправим площадка пегасов ничего интересного обратить внимание что здесь припаркован корабль пиратов пиратский корабль ну здорово что возможно это ребята будут твоими друзьями причем посмотрите что произошло друзьям короля брэндона к лака и других собственно жителей этого место пираты все-таки превратили в мышей захватили керандию но уже без нас мы даже не думали что увидим тебя снова ну что еще вот он я как насчет убраться из моей страны может да может нет что же мне нужно делать может ты должен заплатить нам до того чтобы мы ушли ты должен доказать свою искренность тем что принесешь нам все драгоценные камни кошачьего острова я должен быть поражен этой маленькой коробочки он не разговаривает с новыми членами банды до инициации я думал ты шутишь малкаль а ну-ка убирайся отсюда твоя драгоценная мистическая магия нам не очень-то помогла не так ли я должен быть освобожден может ты можешь занять мое место я не думаю что они захотят меня пленников ты же не так важен недостаток сотрудничества будет записан в твою карточку ты имеешь наглость угрожать моей репутации ты же не сердишься на меня я не знаю что ты просто сделал свою работу но весь этот конец земли был очень неудобен мне очень жаль если не сделать с тобой что-то плохое снова и ты не можешь простить эту напыщенность убирайся из керандии действительно мне очень-очень жаль что я могу сделать ты случайно имеешь отношения к керману ты имеешь у того парня который держит ломбард малкаль где ты был привет брэндон тебе что-то говорят слова край земли ты трогательный негодяй было время когда я охотно убил бы тебя сказал что мой гнев должен теперь превратиться в жалость значит лето что у тебя нет семян возьми колючку ты еще раз здравствуй еще раз спасибо за поддержку ты был очень предан и запутался так иногда бывает короче пираты нас предали да и собственно захватили город сами а капитан заставшийся рожа абсолютно не хочет даже с нами как-то контактировать но они говорят что возможно что-то поменяется если ты если ты соберу привезешь нам драгоценности с кошачьего острова тем самым мы с вами как бы получаем цель нашего предприятия до соответственно нам необходимо с вами попасть какая мрачная ночь за то есть нам надо с вами попасть на кошачий остров чтобы привести оттуда драгоценности керандия развалена разрушена три золотых шара по ней конечно может поврагать они преобразовали это место в ломбард они должны поставить рекламу на улице а ну как вы понимаете бывшая баня теперь стала ломбардом но в ломбардии пока нам делать нечего мы хотя мы еще на это место посмотрим арена мэри где же все плечи я не могу отсюда вытащить каких-то гвоздей да ну как вы понимаете мы здесь будем немножко ограничены в предметах сейчас не такое разнообразие как был до этого и к сожалению в этот город больше не поставляется сезам а также мы больше не можем выбирать какую-то сторону в разговорах да потому что мы выбрали с вами быть нейтральными а не не слушать чьи-то голоса так вот сезам сюда больше не поставляется потому что его перестали добывать на кошачьем острове его теперь не привозят город действительно разрушен многое здесь развалено но первым делом мы направимся с вами на свалку потому что мы с вами практически ничего нет а надо найти некоторые нужные вещи которые нам понадобятся так немножко еще поковыряю свалку здорово что возможности ребята будут твоими друзьями ну надо же разобраться что за дела ведь мне же обещали что пираты самые верные товарищи он не разговаривает с новыми членами банды до инициализации инициации я думал ты шутишь эй если у тебя есть что сказать говори со мной я думаю тебе нужно немножко успокоиться ты твоя большая мышь ты действительно помогаешь мне так и стёр ну небольшая неудача что-нибудь придумаем и вот очень удачно так получилось что мы с вами во первых у нас есть гвоздик пора освободить за этих цепей но на самом деле если бы у нас даже не было гвоздя то можно посмешить этих мышек и нам бы все равно выпал бы гвоздь так что здесь собственно происходит малка мало того что ты виноват в калак всегда меня любил а если вы не особо узнаете друзья то вот это банщик это занция а это марку как он позвать то из кафе-бара официант бар мы уж вытащить нас отсюда я конечно собираюсь попробовать они сломали машину для приготовления рыбного крема но по крайней мере пираты сделали что то доброе для керандии малка получилось что ты докатился да мне казалось что пираты твои друзья возможно однажды вы можете быть уверены что эти пираты не мои друзья как ты можешь отсюда выбраться должен быть какой-то выход у меня нет магии у меня даже больше нет гардеробных чар мы должны воспользоваться тем что у нас есть малка ты выглядишь иначе в виде мыши это забавно ты выглядишь точно так же можешь вытащить нас отсюда я полагаю что мы можем найти выход из положения ну а здесь нам понадобится еще раз гвоздь хорошо я полагаю что я позволю вам уйти видишь великодушие щедрость приятные чувства не так ли но как вы понимаете да если бы мы с вами действовали страны злодея да мы бы их не освобождали тем не менее это нам дает ингредиенты очень знакомые ингредиенты понятно для чего нужны если ты вытащишь меня отсюда я смогу починить машину спасибо виски довольно полезный член нашей команды я думаю мы сможем найти выход из положения а он может починить машину но и так вроде рабочие не знаю как мы отсюда выберем мы должны быть какой-то выход они сломали машину для продавления рыбного крема хорошо ну я в общем-то знаю как мы отсюда выберемся она закрыта снаружи уже старая ботаническая бомба выбьет эту дверь это не поможет мне открыть дверь ага отлично и никакой благодарности я не предполагал что у тебя есть сыр ну малька у меня есть немного но ты лучше только съешь кусочек это крепкая штука занция вот так ангел она не слишком стара чтобы быть незамужней зажимайся своей старейшей морали стивой так друзья ну что я хочу сразу пояснить если бы мы играли на темной стороне мы бы их не освободили мы бы сбежали сами но не смогли бы освободить превращенных в мышей персонажей это серьезно бы повлияло на то как бы мы решали последующие задачи то есть как вы понимаете это их закрыли в доме волшебников да вот в этом домике ну конечно пираты сделали хоть что-то нужно и и кеса мы играли бы за чисто добрую сторону да то вот этот товарищ который официант да он бы вот эту машину бы починил если играешь за чисто злую сторону и чинить некому а вот если ты играешь на нейтрале как мы сейчас то я если честно не знаю что из всего из этого в конце концов получится склад горчицы тоже знакомая вещь так давайте действуем дальше действуем дальше делаем мы с вами вот что в первую очередь мы должны с вами сделать лошадку сделать лошадку это нам понадобится так отлично теперь пойдем к себе и видим что у нас здесь делал но тоже произошел какой-то погром в нашем нашем убежище в нашем жилище посмотрите что было спрятано под кроватью него большое сходство с фильмом и это фотография отца брэндона короля вильяма вот это нам понадобится немножко позже я ну а в остальном здесь ничего интересного нет так действуем мы с вами далее если мы далее вот как спустимся в подвал сразу хочу сказать что нету необходимости делать сезон и влабываться в ту комнату потому что там во флаконе уже не будет зелье перемещение здесь с вами наберем водички да у меня нету но ничего я принесу потом надо было сделать удочку почему наружные двери заблокируют а также друзья я вам не рассказал прошлый раз а вот этой статуи это статуя чистого разума как она себя называет она любит сэндвичей как и все здесь кто вообще живет любит сэндвичи и это статуя будет нам нужна немножко позже по сюжету поэтому пока я все-таки мало что не скажу санция принесла сюда часть своего оборудования на хранение здесь нет таких украшений но моя жизнь просто в общем такой вот бычок да старый волшебный ящик марки и собственно сейчас не работает часть способов выбраться с острова я уверен что я смогу скарабкаться назад и неприятный проход единое приятели все работает так вот друзья а в чем прикол в чем сейчас суть в чем сейчас смысл да но мы видим что все немножко меняется все немножко изменилось сейчас в городе пираты всех захватили как вы понимаете превратили всех душей все в том же духе поломали телепорты все довольно печально нам надо сейчас добиться двух результатов во первых избавиться от пиратов во вторых все-таки оправдать мальклима перед жителями одно хорошее дело мы уже сделали мы освободили людей давайте посмотрим что же у них на корабле давай-ка украдем это лоханку и навсегда покинем кира и это будет весело это никогда не сбывается должен знать это лучше канцера и лучше других странно я согласен с ним это очень странно интересно что это было что это за фантастические твари почему они здесь обитают ладно как я могу позабавиться если не могу защелить стиль раз и навсегда я так понимаю что здесь на корабле ничего куритного у нас не получится но я хорошо тем не менее надо же чего-то добиться ну что ж к сожалению мой план уплыть отсюда на галерия не сбылся как вы понимаете убраться с острова не получится методами циркачей также я заранее скажу что нам не получится с острова убраться с помощью двух рыб которых давно есть зачем с ними делает он трет что ли друг от дружку но в любом случае так с острова не убраться остается только зелье перемещения остается и газ и в общем то все друзья если это может делать через отцу да с этим больших проблем нет мы ее сейчас высвободили из плена да и чуть-чуть побродив по локациям и придя снова к статуи да мы там встретим замца и если мы играем на темной стране до позиции мы встретить не сможем и потому что она собственно в плену да она схвачена и есть второй способ решения вопроса но это вопрос этот способ злой скажем так условно в любом случае чтобы осуществить вот это взлой способ нам надо с вами сделать еще вот что бывших баня рда где сейчас ну где раньше были баня да обосновался один наш старый знакомый собственно это констебль херман что ты здесь делаешь херман торговец я вижу ты по-прежнему легко меняешь стороны что я могу сказать я плыву по течению и у него есть одна интересная фишка если это у тебя ломбард что у тебя есть на продажу данный момент я продаю эту чудесную вещь гитара и вообще он здесь будет называть рандомные вещи на продажу и рандомные вещи на покупку так если ты теперь ломбард что же ты покупаешь нужно быть очень осторожен в решениях единственная вещь которую я хочу сейчас купить это я покупаю ключи у тебя есть лишние ключей у нас к сожалению нет но он может попросить вот смотрите если мы выходим с локации по крайней мере один из кирандецов процветает при новом режиме да но не должен ли он больше беспокоиться о короле бренды так вот если к нему выходить и заходить и снова с ним разговаривать единственная вещь которую я хочу сейчас купить это я покупаю сливки у тебя есть лишние сливок у нас к сожалению тоже нет но если его вот так гонять рано или поздно нас что-нибудь попадется типа того что я скупаю полено или я скупаю бутылочки и вот этого момента нам надо с вами добиться вот я говорит скупаю игрушечных лошадок ну хорошо неплохо но тут небольшая вот трещинка я могу заплатить тебе только что зерно но это же обдиралово а чё ты ворчишь все мои покупатели любят их конечно я же уверен что большинство твоих покупателей выше так вот друзья вот так мы с вами получаем рассаду как вы помните помимо биобомб да из рассады можно получить еще один интересный результат интересный эффект направляем направляем своим на свалку и ловим там с помощью рассады и да кстати раз уж мы здесь я не слушаю гнутый гвоздь ай когда мне не нужен гнут гнутый гость ну вот Гнем с огнем, если ищешь. Хорошо, сейчас попробуем. Что такое? Ну, отлично. Сделаем заодно удочку. И, эээ, схватим белочку. Time to your getting sleepy, very sleepy. Если Госноке предназначал для нас гипнотизировать белок, а, жаткнись его, это забавно. Так, и получим загипнотизированную белку. Конечно, может было бы попробовать разгипнотизировать белку среди пиратов, и тем самым посеять у них ужас и страх. Но, по-моему, это не сработает, друзья. Пираты уйдут только когда получат драгоценности. Драгоценности мы сможем добыть только на острове котов. Поэтому, как ни крути, а выбор у нас с вами невелик. Так, нам надо каким-то образом попасть к котам. Так, я сделаю еще одну лошадку, потому что мне пришлось... Пришлось ее заложить. Здорово, как здорово пахнет. Так, а давайте посмотрим, пришла ли Занса. Малком, я думал, ты никогда не вернешься. Пираты бросят шесть больших драгоценных камней. Почти вся керандийская магия перестала работать. Где мы можем достать большие драгоценные камни? Ну, такие камни есть на кошачьем острове. Если я доставлю тебя на остров, ты можешь достать камни? Конечно, сделай мне зелье Пегаса и поторопись. Что случилось? Мне нужны немножко лошадиные эссенции. Если ты не найдешь немного и поскорее, то мы обречены. Естественно, в злом варианте этот вариант не работает. То есть Занса здесь не будет. Занса будет тупо прикована. Поэтому это одна из веток. Макки лошадиные эссенции. Я полагаю, что это сработает. Замечательно, работает. Я всегда знал, что с тобой все будет в порядке. Я тебе уже дала. Ну ладно, хорошо. Жадина, говядина. Так. Тем не менее, ну вы понимаете, да? Мы идем, используем, улетаем. Тем не менее, я хочу показать вам и злой вариант развития. Да, то есть мы делаем то, что с помощью рассады добываем белку, а потом мы пойдем к Дарму. Малколь, когда ты вернулся? Привет, Дарм. Как дела? У тебя есть зелеоперемещение или что-то, что я могу одолжить? Мне нужно на кошачьи острова. Зелеоперемещение? Спроси Брэнди Вайна. Ты поможешь же мне, да? Все превращены в души. Я полагаю, что, ну, мы должны. Присловить, что это еще не одно из твоих уловок. Ну шо? Малколь, я думал, ты ушел за чем-то. Я полагаю, что от меня тяжело избавиться. Когда есть зелеоперемещение, мне нужно на кошачьи острова. А я-то тут при чем? Ты собираешься помочь или нет? Кто-то же должен освободить Дикерандию. Я полагаю, что ты прав. Пронеси ко мне белку в качестве жеста доброй воли. Я посмотрю, что можно сделать. Если что-то лучшее из еды, у меня есть зелеоперемещение? Мне нужно на кошачьи острова. Ну что ж, друзья, как вы понимаете, зелье мы здесь не получим. И не получим чисто потому, что у нас уже есть зелье Пегаса, да? Это простая вода. Ситуация здесь понятна, да? Либо мы действуем по доброй ветке, либо мы действуем по злой. Если бы у меня не было зелья, то мне бы сейчас дала бы она зельеоперемещение, и мы бы стартанули от лягушки. Что ж, тем не менее, будем отсюда потихоньку выбираться. Я вообще хочу сказать, что вот этот момент ночной керандии, да, он довольно глючный. С меня иногда бывало, что вот этот ковер исчезал, допустим, ковера просто не было. У меня не было ни пути к дарму, и не было занции, потому что я ее... не спасал, так сказать. Ну, какой неприятный проход. Не на, приятель, это же работает. Но сейчас более-менее у нас все получилось, да? Я думаю, вы понимаете разницу во время прохождения за злую и за добрую сторону. Тем не менее, это такой рискованный участок игры, который может вполне и вполне сломаться. Я продвигаюсь сейчас на площадку пегасов, потому что у нас с вами не осталось какого-то другого способа, и мы с вами направимся на остров котов, чтобы добыть самоцветы для пиратов. Я честно скажу, иногда мне нравятся флешбеки в играх, да? Но когда у тебя пол игры повторяет вторую половину игры, это не очень. Я готов. Поехали. Не слишком быстро только, ладно? Это немного опасно ночью. Освежает. Нет, ничего так не заставляет биться сердце, как прогулка на пони. Конечно, особенно, когда ты и есть пони. Ну что ж, друзья, мы с вами добрались до острова котов, есть мачете. Я думаю, давайте мы к Флаффи направимся уже в следующей серии. Спасибо вам большое за внимание. Подписывайтесь, комментируйте, оставляйте ваши оценочки. Рекомендуйте канал знакомым. И до следующих серий. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...